Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. Подписывайтесь на телеграм и твиттер новости крипты. Регистрируйтесь по ссылке в описании, чтобы мы стали лучше. 2022 в России начался с активного обсуждения по вопросу регулирования криптовалют. Это произошло после того, как Банк России 20 января выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск обращения и обмен криптовалют. После этого о криптовалютах также высказались президент Путин и зампредседателя Совета Безопасности Медведев. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм, там мы публикуем различные аирдропы, вайтлисты новых проектов и новости из мира криптовалют. А теперь вернемся к теме. Работа над регулированием криптовалют ведется и в Штатах. Недавно стало известно, что Белый дом в феврале опубликует общегосударственную стратегию в отношении цифровых активов. В начале января глава комиссии по ценным бумагам и биржам США Генслер заявил, что в 22-м ведомство сосредоточится на регулировании криптовалютных бирж. В середине января председатель ESMA Эрик Теддин призвал к запрету на территории Евросоюза майнинга криптовалюты с использованием алгоритма консенсуса Proof of Work. По мнению Теддина, майнинг криптовалюты может преподствовать достижению целей в рамках Парижского соглашения по климату. В конце января важное решение в вопросе регулирования криптовалют было принято и в Таиланде. Регуляторы страны выпустили совместный пресс-релиз, в котором указали, что планируют порегулировать цифровые валюты как средство платежа. Это необходимо для того, чтобы снизить риски и давление на экономическую стабильность Таиланда, сказано в документе. Эксперты РБК Крипто объяснили возросший интерес властей к криптовалютам и спрогнозировали, как это может отразиться на котировках. Тренд будет усиливаться. В 2022-м многие ведущие экономики мира в той или иной степени будут пытаться регулировать рынок, спрогнозировал финансовый аналитик криптобиржи Карантиком Кархалёв. Возможно, принятные законы в отдельных странах не откажут существенного влияния, но в сумме регулирования в ведущих экономиках мира только повысит популярность крипты и будет способствовать притоку инвестиционного капитала, утверждает аналитик. 22-й, 23-й и 24-й годы станут годами крипторегулирования, уверен Сушников. По его словам, каждый последующий бычий цикл биткоина сопровождается всплеском интереса со стороны регуляторов. Это стремление к контролю оказывает давление на весь крипторынок, считает эксперт. Он пояснил, что сейчас участники рынка внимательно следят за риторикой властей крупнейших для криптовалют рынков. В данный момент это американский рынок, добавил директор сервиса по обмену криптовалюты AlphaCash Сушников. Рынок невозможно игнорировать. Криптовалютный рынок, его популярность и развитие стало невозможно игнорировать, считает Кархалев. По его мнению, в текущей ситуации нет смысла запрещать или ограничивать оборот цифровых валют, поскольку проще и эффективнее извлекать выгоду из этих активов. В ближайшее время число пользователей криптовалют превысит 1 миллиард, и было бы весьма недальновидно со стороны властей запрещать такой аудитории использовать то, что они считают благом для себя, пояснил аналитик. В криптовалюты начали заходить крупные институциональные инвесторы, а значит связь рынка и его влияние на финансовую систему увеличивается, утверждает Сушников. Он объяснил, что ликвидность на крипторынок не берется из ниоткуда, она перетекает в криптовалюты из других классов активов. Желание регуляторов взять под контроль и как-то препятствовать манипуляциям и рискованным решениям вполне понятно. В конце концов, это их первостепенная задача – регулировать рынок и не допускать нестабильности, добавил эксперт. В правительстве каждой стороны есть умные люди, которые понимают, что сфера криптовалюты может приносить хороший доход в бюджет страны, отметил SEO-крипторг Андрей Подолян. По его словам, чем проще будут зарегулированы криптовалюты, тем будет лучше для всех сторон. Инвесторы и трейдеры смогут спокойно работать, понимая, что они справятся с подачей отчетности, а регуляторы будут видеть поступление налогов, пояснил Подолян. Долгосрочный эффект. Регулирование поможет индустрии в развитии, поскольку привлечет на рынок крупные публичные фонды, появятся новые инструменты и площадки, уверен Кархалёв. Чем безопаснее рынок, тем он привлекательнее, как для больших денег, так и для обычных граждан, добавил аналитик. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.